В Тель-Авиве открылась выставка военных технологий «Комбет-2013». В свои новейшие разработки в Израиль привезли сотни иностранных компаний, производителей оружия и систем безопасности. Корреспондент Артевия Сергей Ауслендер на себе испытал, как работают некоторые из самых последних новинок оборонного комплекса. У входа красивые девушки раздают гостям традиционные выставочные наборы. На этом красота заканчивается и начинаются суровые технологические дебри. Правильно все-таки говорят, что взрослых от детей отличает цена игрушек. Здешние стоят просто бешеных денег. Безопасность по нынешним временам обходится дорого. Выставка «Комбет-2013» собрала сотни производителей оружия и систем безопасности со всего мира. «Мой дом, моя крепость» — вот такой девиз можно было начертать над входом. Приборы слежения, сигнализации, хитроумные замки — чего только не придумают инженеры. Вот система, которая призвана защитить офис или банк от налетчиков. Работа эта система очень просто. Сейчас покажем. Вот, допустим, я преступник, хочу войти, быстро схватить что-нибудь и убежать. Например, конфету. Вон они лежат в блюдце. Вот смотрите, что будет. Взять ничего невозможно, не видно ничего, и дым очень едкий. Дыма, точнее пар, абсолютно безопасен, не токсичен, но психологическое воздействие сильнейшее. Любой бандит убежит во своясе, если, конечно, найдет выход. По соседству посетители изучают робота-сапера. Теперь не надо рисковать жизнью, обезвреживая фугас. Робот, даже если взорвется, боли не почувствует. Рядом костюм снайпера, похожий на легендарного снежного человека. Через такой не видят никакие тепловизоры. Вот покрытие, которым можно обклеить, например, танк. И никакие термокамеры его не увидят. Или вот, совершенно безопасные или так называемые нелетальные патроны для учений. Заряжают их обычным способом, магазин вставляют в винтовку. При этом можно смело палить друг в друга, остаются только следы краски и синяки. Когда на учениях стреляют холостыми, эффект не тот. Солдат понимает, что все это не на самом деле. А тут он попадает по-настоящему. Но без риска убить, конечно. Для подготовки бойцов это отличный способ. На улице стоит устрашающего вида машина для разгона демонстрации. Крепость на колесах, из которой можно разметать беснующуюся толпу водометами или газом, а ножом, как у бульдозера, разрушить баррикаду. Мобильное убежище выдерживает прямое попадание снаряда. Для израильского юга, который обстреливают чуть не ежедневно, устройство весьма актуальное. Самодельный палестинский косам для него, как слону дробина. Но главное на выставке это электронные глаза. Вот китайские товарищи изучают камеру шар. Такой достаточно просто швырнуть в помещение. И прокатившись несколько метров, он покажет каждый угол комнаты. И так на каждом шагу. Оптика просматривает всю выставку вдоль и поперек. Весь мой путь от входа до выхода можно проследить с точностью до секунды. Когда Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе 1984-й писал про всевидящее око большого брата, то масштаба в бедствии себе просто не представлял. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, RTVI.